так ну что всем привет нас очередная встречный предмет разработки разработки приложений под linux вот мы значит пришли вот в эту новую аудиторию где вроде бы у нас пока что все работает вот мы в прошлый раз остановились на ситуации при которой мы скомпилировали один единственный файл запустили его более того мы смогли собрать некоторую логику не только написанную нами на языке программирования си но еще с включением библиотеки по избу некоторые произвольные мы использовали использую библиотеку курсис вот на который был домашнее задание но хочу обратить ваше внимание на момент ради которого вообще вот сегодняшний разговор и происходит как правило проекты особенно довольно большие состоят нет ни из одного файла из большого большого количества подсистем вот которые разрабатываются разумеется не одновременно у вас некоторые значит исходные тексты давно готовые лежат некоторые наоборот находятся постоянной разработки вам нужно между этим как-то лавировать где-то что-то подправлять иногда бакфиксы вторгаются в старые тексты и так далее вот соответственно в какой-то момент возникает необходимость записать последовательность команд компоновки и сборки и вообще каких-то команд вашей операционной системы которые приводят к окончательной сборке вашего проекта его можно будет после этого запускать одно дело один раз запустить компилятор си и совершенно другое дело когда у вас допустим есть много-много файлов носить для каждой из них нужно запустить сначала компилятор а потом с получившимся объектами запустить компоновщик или у вас помимо этого есть еще какие-то картинки которые надо преобразовывать или вы пишете на каком мить qt которые на самом деле не просто c++ а специальной надстройка на c++ и вы пишете некоторый проект на qt в котором вы пишете файлы на специальном языке потом он компилируется превращается в c++ это c++ тоже компилируется а еще из этих файлов делается объектная модель у и смысле модель интерфейс интерфейсная модель не объекты и это интерфейс на модель тоже компилируется короче говоря сложные объекты порождаются из других объектов и между ними существует некоторая зависимость что из чего получается вот понятное дело что поскольку как правило разработка ведется не всеми файлами одновременно то если мы научимся собирать финальный проект из исходников большая часть из которых не изменена это будет означать что компиляция будет нужна как раз для тех исходников которые изменены и собственно время компиляции будет существенно быстрее особенно это имеет особенно это важно для сложных языков компромирования программирования типа того же c++ но даже для c это разумеется все складывать в один файл это совершенно не читаемо обычно дерево каталогов вашего проекта отражает его некоторую функциональную структуру разные подсистемы находятся в разных каталогах под подсистемы этих подсистем в разных подкаталогах а какие-то группы операций или функций находится в отдельных файлах вот что касается языка программирования си то раскладывание ваших функций в различные файлы имеет еще и чисто синтаксический смысл потому что в си нету четкого четко выделенного четко выделено изоляции пространства имен внутри объектов как-то сделано в языках программирования скажем с объектной ориентации вот и если вы хотите например завести две разных функций каждый из которых называется ну не знаю там produce да то эти две разные функции надо сделать статическими в двух разных в двух разных файлах на си в одном и том же файле на си вы не можете написать две разных функций потому что нет такого понятия namespace языке си как таковом вот а зато namespace как содержимое файла такое понятие есть как обычно наши разговоры представляют собой пример о впихивании невпихуемого то есть мы пытаемся за одну лекцию обсудить целую тему на которую в принципе поднапрягшись можно целый спецкурс прочесть поэтому мы вот здесь вот в планах будет все время ссылка на некоторые статьи большие которые которые я готовил для разных других целей 20 видите вот это уже целая лекция в частности статья про пример использования использования мегфайлов пример использования мегфайлов состоит в том что мы сейчас попробуем создать многофайловый проект в котором будет сразу несколько исходных текстов и эти исходные тексты будут друг от друга зависеть мы будем модифицировать бы мы будем смотреть по какому принципу часть из этих исходных текстов пересобирается а другая часть не вот ну смотрите мы вы могли написать shell скрипт в котором бы написали компилирует такой-то файл компилирует секой файл копирует пятый файл до объектных кодов а потом их всех компоновать вместе но shell скрипт конечно вот этой логикой проверки какой файл от какого зависит и нужно его вообще компилирует не обладает ну или его приеду логику придется писать руками просто вот непосредственно программировать нашей нехорошо вот мы можем попробовать компилирует сразу все файлы правый бах тем более что в каком-нибудь c++ есть такая штука как при компают хедер и если у вас много-много логики лежит в ваш в хедерах файлах то они уже будут прикомпилированы и быстро работать но тем не менее это тоже неправда значит если мы у нас проект состоит из нескольких тысяч файлов попытка их все-все несколько тысяч компилировать одним компилятором может закончиться плачевно вот во первых вы можете не дождаться конца во вторых это может сожрать всю память ну и тогда поэтому давайте попробуем вручную все вот эти примеры которые тут есть попробуем вручную сначала проделать все то что нужно для того чтобы собрать из многофайлового проекта бинарных вот сюда да тут всякие примерчики а мы пока сюда зайдем вот ну что что у нас будет в нашем файле вот их 43 хишника и один инклюдник есть файл с библиотекой до в котором будет определена функция откуда сейчас я попробую пока что вы пока что не копипастить вас да значит будет определена функция output она у нас какая она у нас будет значит у нее какие параметры у него единственный параметр это строка вот и эту самую это цахар это чар на самом деле вот что тебе не нравится а потому что return потому что да и вместо на самом деле будет просто print да значит у нее должен быть некий некий некоторая глобальная переменная каунт которая будет определена в хедере вот да значит print процент d процент s бэкслэш н каунт плюс плюс это было слово каунт вот и собственно store так только каунт у нас сейчас не определен давайте мы тогда сделаем еще файл под названием как он здесь называется аутлип точка аж да вот и в нем определим этот каунт сплит аутлип точка аж и это будет хедер файл в котором будет собственно определен каунт каунт экстерн каунт вот но заодно опишем положим сюда сигнатуру этой функции кажется так это пишется только не у отпут а вот каунт вот да значит как то так да теперь значит заинк людям сюда этот самый файл это липс точка аж и вот у нас готово что-то похожее что-то похожее на библиотечную функцию которую мы будем оформлять в виде отдельного файла а потом с ней компоноваться аутпут спасибо ну нам бы компилятор об этом тоже сказал но вы ничуть не хуже сработали вот так не только не только вы но и в чатике там подсказывает видите что у меня всем спасибо кто-то мне заботится так осталось только что сделать осталось значит определить этот самый каунт вот где-нибудь и давайте мы его определим вообще в отдельном файле вот вообще в отдельном файле вот ну и наконец напишем мы да здесь нам нужен только аутлип наш вот здесь у нас чего каунт равняется ну допустим и тут написано rgc количество количество параметров ну хорошо вот дальше аутпут что-нибудь да аутпут аутпут что у нас там аутпут аутпут ну например Вот что я сделал неправильно. Двоеточие не поставил. Ну и наконец что-нибудь output.fim. Вот такие четыре файла. Значит, здесь у нас как бы библиотека. Вот fun.c. Глобальные переменные вынесены в отдельный файл cons.c. Управляющая программа proc.c. Ну и наконец, значит, header-файл, который нужен библиотеке, управляющей программе. А здесь он не нужен. Так, что теперь нужно сделать? Вот наши эти файлы. Нам нужно всех скомпилировать. Нам нужно скомпилировать cons.c, fun.c, proc.c, минус op.ru. Вот так работать будет. Это вариант номер ноль, про который мы уже с вами говорили. Это вариант номер ноль, про который мы уже с вами говорили. Это вариант номер ноль, скомпилировать все файлы подряд. Давайте это сделаем теперь по очереди руками. Значит, прям берем cc, const.c, минус c, минус o, const.o. И то же самое проделаем со всеми остальными файлами нашими. Конст, не const, а fun.c, fun.o. Это библиотечная функция, и мы, proc.c, proc.o. Вот, давайте посмотрим, что это за файлы. Это файлы. У них формат ELF, то есть это вполне себе файлы исполняемые. Но в этих исполняемых файлах на самом деле еще не удовлетворены зависимости по функциям. Вот смотрите, если мы скажем ldd, допустим, proc.o. Ну, nm, конечно, не ldd. То тут написано, что функция main определена, а имя count и имя output не определены. Они где-то в других файлах лежат. Та же самая история про const. Определено имя count. Ну, это значит, что это t. Короче, одно из них означает, что это секция текст t. А эта секция, видимо, byte или data. Но вообще-то секция data. Не знаю, почему бы. Не помню, почему бы. Вот. Сокращение. Здесь нет локальной переменной count. Это глобальная переменная. Так, что еще? Кто там был третий? А, ну, fun.o. Вот. Та же самая история. В fun.o определена функция output, но имя count не определено, оно будет определено вот здесь. И имя printf тоже не определено. Где из этих файлов определено имя printf? Ну, правильный ответ, нигде. Оно определено в исполняющей системе C, точнее, в библиотеке, которая всегда прикомпилируется, когда вы компилируете программу на C, и библиотека называется libc. Там как раз и будет printf. Очень хорошо. Значит, ну, давайте теперь скомпонуем cc в звездочку точка о минус о прог. Ну, вполне достаточно. Вот тут уже все имена в количестве, как видите, определены. Вот этот main, вот он output. Правда, все еще не определен printf. Обратите внимание, тут есть куча всяких имен, помимо наших каких-то вот странных, которые, собственно, относятся к исполняющей системе C, как запустить программу на C, как подготовить память, вот это все. Но некоторые имена все еще не определены. Почему? Потому что по умолчанию мы используем так называемую динамическую компоновку, в которой связывание нашего исполняемого файла с библиотечными объектами, например, printf, происходит в момент запуска. В момент компиляции мы все еще не знаем, что это за файл. Вот, смотрите, командочка ldd нам расскажет, что этот файл в формате, его будет запускать вот этот запускальщик, вот, vdsoid какой-то плагин, и что он как минимум требует вот такой библиотеки, из которой будет брать динамически все свои функции. СО означает shared object, это так и обозначается динамической библиотеки в Linux. Вот, мы попробуем, кстати, попробуем сделать вот так вот. Вот, совсем другая картина. Видали в статическом файле сколько этих самых? Во-первых, давайте посмотрим, кто он такой. Статикеллинг. И в этом файле внезапно, вот, приизрядное количество имен определено, прям, скажем, почти 2000 штук. Откуда они все такие приехали? Они приехали из библиотеки Lipsy, разумеется. Все эти валок, малок, anvint, все, что мы на втором курсе походили по операционной системе, и более того, вот оно все тут присутствует. Почему? Потому что этот файл статический саленкован с статической библиотекой Lipsy, вот с этой. О, вот с этой. Если ее посмотреть... А, это файлы. Из каких файлов она стоит? Очень смешно. Статическая библиотека, вот эта точка А, это просто архив с объектниками внутренне ее. Все. Просто архив, команда ар ее разархивирует. Ну да ладно. Значит, возвращаемся к нашему этому самому. Обратите также внимание на то, что размер такой программы внезапно 3,5 мегабайта. Мы на самом деле программу HelloWord условно, она 3,5 мегабайта занимает. Почему? Туда приехала практически вся глибхия статическая. Нет, он говорит, ребята, вы статически скомпоновали ваш бинарник, никакого динамического подгрузки не будет. Ну вот. А вот если мы его скомпонуем не статически, а динамически, то есть уберем минус статик, произойдет совершенно другая история, которую мы с вами уже видели. Ну, во-первых, файл прог от 3,5 мегабайтов сократился до 20 килобайтов. При этом там есть, наверное, там есть, наверное, дебаг-инфо как минимум. Вот оно. То есть на самом деле он еще меньше должен быть. Если его по-стрипать, он будет совсем маленький. Вот теперь он стрипит. О, сократился до 14 килобайт. Вот 14 килобайт кода. И это наш код, который лежит вот здесь, вот в main.c, в смысле в прог.o, cons.o и outlib.o и fan.o. Вот это, вот это и вот это. И те какие-то части, связанные с исполняющей системой C, которые обеспечивают вообще запуск программы именно на C, подготавливают память для нее, и все нужные структуры инициализируют и так далее. Вот. Если мы что-то исправляем, ну, скажем, вот здесь вот пишем какую-нибудь модификацию делаем, то в случае ручной сборки, вообще говоря, на нас лежит необходимость проверить, а какие программы нужно, какие исходники нужно пересобрать, чтобы получилась работающая программа. Ответ номер 0 пересобрать все не предлагать. Если их тут не 3, а 3 тысячи, то это будет долго и нудно и неприятно. Ну, мы помним, что мы только что отредактировали функцию fun, поэтому поэтому сделаем вот так. А минус C минус C Вот. Поэтому сделаем вот так. Теперь соберем все вместе. Сейчас. Вот. И оно будет работать, естественно. Вот. Значит, что-то я хотел еще показать и на этом закончить. Кстати, сказать, чуть более подробный рассказ про компоновку была ссылка во вчерашней лекции. Я немножко на ней зациклился. Но, видимо, на этом надо закончить. А, единственное что, смотрите, я говорил компоновка, компоновщик, вот это все. А где же компоновщик? Я вызываю компилятор C. Компилятор C для того, чтобы объектные файлы превратить в бинарник. Ну, на самом деле нет. Компилятор C это такой врапер, он думает, 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 и в конце концов запускает компоновщик. Вот этот коллег-2 на самом деле это LD. То есть, это просто врапер для LD. Вот если мы сейчас, скажем, запустим этот бинарник, он скажет, что он сам себя называет LD. То бишь компоновщик. Вау, сколько у него опций. О, на самом деле он себя называет LD. То, что он коллег-2, это просто внутреннее название его внутри GCC. Ну вот, значит, так вот, если мы скажем CC-V, да, посмотрим в Вермус Output, то вот так вот выглядит запуск LD на компоновку нашей программы на C. Попробуем эту командную строчку сильно упростить. Во-первых, оставим только ее. Извините. Вот так. А во-вторых, попробуем сильно упростить, посмотрим, какие библиотеки и какие дополнительные объектные файлы, которые представляют собой исполняющиеся системы C. Нужно прикомпилировать к нашей программе на C, чтобы получилась работающая программа. Ну, можно сделать так. Значит, точка O, это какие объектные файлы, минус L, это какие библиотеки, ну и допустим, какой-нибудь точка SO. точка SO. Вот. Чего я сделан неправильно, а вот так и сделан. Вот, смотрите. Это можно сразу убирать, это плагин, он нам не нужен. Вот этот, вот это разделяемая библиотека точка SO, это, собственно, интерпретатор Елефа, LD Linux, который умеет загружать Елефа, поэтому он нам нужен. Вот это, вот эти файлы, точка O и точка O, это стартовая часть исполняющей системы C, SCRT1 и CRTI. Это наши файлы. И это две библиотеки, которые он собирается подключать, липгцц и липси. Сразу скажу, липгцц нам не нужен, мы не используем функции, мы не сделали таких конструкций, которым нужны функции, липгцц. А вот липси нам нужен, мы оттуда взяли printf. Вот. А это два файла, которые нужно прикопилировать к нашей программе, которые заканчивают работу исполняющей системы C, очищают память, и вот это вот все. Значит, в результате получается команда такая, LD, вот этот файл, скажем сразу position-independent execution на всякий случай. Дальше usr.lib64.scrt. Вот. Вот этот файл. Дальше такой же usr.lib64. Вот этот файл. Это значит старт исполняющей системы C. Dальше. Еще цирто-бегин. Дальше вот такой вот файл. Тоже старт исполняющий системы C, но конкретный для, конкретной версии компилятора GCC. Видимо, там какие-то особенности его запуска. Дальше было... Дальше наши файлы. Дальше lib.gcc. Я вангую, что он нам не нужен. Просто lib.c. И дальше то, что выключает все вот это. Так, тут еще GCCS. Я не знаю, нам тоже, кажется, не нужен. Специфический завершатель для нашего GCC конкретного. И общий usr.lib64.crtn.on VOO минус O прог файл прог прог не работает. Что-то я сделал не до конца. Вот здесь надо было сказать минус динамик линкер. Я же сказал вам, что это динамик линкер, а сам не сказал, что это. Нам надо компоновщику указать, с помощью какой библиотеки все это будет загружаться. О, it works. Я собрал. Вот это не сборочная библиотека. Это интерпретатор ELF. И мы говорим LD. Вот для этой штуки создай, пожалуйста, программу из вот этого вот всего. Как видите, под капотом у вызова обычного компилятора, который собирает из объектных файлов бинарник, довольно много всего лежит. Я потратил на это столько времени. Не знаю зачем, потому что у нас тема была не такая. Давайте напишем простейший makefile. Я сказал makefile, в котором мы опишем сборку нашего проекта. прок у нас будет состоять из из трех файлов. Давайте пропустим вот этот пункт и сразу напишем. не будем это писать. Давайте на это поглядим. В наш makefile можно было вставить вот такое. Но мы этого не хотим. Мы хотим сделать раздельную сборку. В наш makefile можно было вставить вот такое. но это пугает. Но мы не хотим для каждого файла писать одну и ту же строку по его компиляции. Но он будет работать. Ужас. Еще более ужас. Ну вот, что я хочу. Я хочу превратить вот этот файл в более лаконичный, в котором будет заранее задан рецепт. И в этом рецепте будет написано пожалуйста, объектный файл компилируй из C-шного с помощью cc. Делать это примерно так. Звездочка точка о из звездочка точка си. А здесь мы должны сказать cc минус c дальше доллар входной файл минус о доллар таргет. Вот примерно так. Значит, вот эти ну доллар в языке makefile означает разыминование переменной. Вы можете задавать переменной, мы сейчас это увидим. Вот. Доллар меньше означает первый из входных файлов, а доллар таргет, это как мишень, это вот то, что получается. Только здесь должно быть не звездочка точка си, а процент с точкой си. Я вам соврал. Проценты в данном случае означают, что из файла с именем что-то точка с получается файл с именем что-то точка о, путем вот такой штуки. Так. А здесь надо написать cc, только тут o, естественно, теперь. o, cc, а вот я не помню, как надо, чтобы весь список огласить. ну-ка. Вот. Вот весь список. Сейчас отвечу. Значит, процент, такая крышка означает все входные источники. ну, все, наверное, минус o. Вот. У меня сильное подозрение, что это все. Ну, почти все. Тут есть один маленький неприятный момент, который, возможно, мы опустим, а, возможно, нет. Давайте попробуем. А, давайте заодно зададим это, зададим пункт clean, как это обычно делается, который удаляет все генераторы. Да? Значит, минус f. Да, спасибо сокращение. Это сокращение, как обычно, прав. А я, как обычно, ошибся. Вот здесь, конечно, доллар. Доллар же это разыминование. Вот. Значит, таргет, цифра, цель под названием clean будет выполняться в любом случае, и она будет просто удалять все, что мы сгенерируем, генератор те и другие. Давайте пробовать. И это работает. Это тоже работает. Обратите внимание вот на что. Make построил дерево зависимостей всех наших объектов, исходя из того, что мы хотим получить, он выполняет первую цель, первую цель, мы хотим получить прог. Значит, мы хотим получить прог, значит, мы хотим получить const.o, fan.o и прог.o, а это значит, что мы хотим получить их из const.c, fan.c и прог.c. Вот он составил дерево таких зависимостей, выяснил, какие файлы есть, а какие генераторы есть, каких нету, сгенерил нужные генераторы и получилась вот такая вот картина. если мы еще раз скажем, он говорит, вообще-то у вас все уже сделано. Если мы внезапно, давайте так сделаем, вот у нас время создания нашего файла, увеличим время создания, например, const.c, ну или просто поправим его в конце-то концов. Неважно, как поправим, даже, возможно, мы с точки зрения синтекса c ничего не изменим. Да? Но файл поправим. И выяснится, что const.c, он самый новый. Давайте даже вот так вот сделаем, сразу видно, что он самый новый. 14.03 у него время создания, а у остальных 14.02 и ранее. Мэйк, строя дерево зависимости, выяснит, что вот этот source новее, чем вот этот таргет, и поэтому его нужно пересобрать. После чего он выяснит, что вот этот source, который является source-ом для вот этого таргета, новее, чем вот этот таргет, поэтому тоже нужно пересобрать. Так что я вангою, что я сейчас скажу, мэйк, он пересоберет const и прог. Как-то нетрудно было догадаться. Вот. Отвечаю на вопрос, Димки-Димки, что такое палка-звёздочка? Вот в такой конструкции я выдал в задшеле, в баше, кажется, это тоже работает. Вместо палка, обычное перенаправление в конвейер, палка-звёздочка, палка-амперсет. Палка-амперсет это перенаправление в один и тот же конвейер и стд-аута, и стд-ер. Потому что на самом деле цц-в выводит вот всю свою диагностику в стд-ер. Если бы я сказал вот так вот, смотрите, то у нас бы, вот смотрите, вот я сделал вот так вот. Тут много-много-много строчек. Я хочу только вот эту строчку, в которой есть коллег-2. Если я напишу вот так вот, ничего не произойдёт. Почему? Потому что на стд-аут цц-в вывела очень мало. Буквально ничего. И поэтому этот греб сработал на пустом выводе. А и на стд-ер продолжает всё выводиться. Мы же помним, что и стд-аут, и стд-ер это один и тот же терминал, просто два разных потока. Я бы мог написать вот так вот. Два больше, амперсент, один, и дальше. О! Это было бы, только не так, вот так-то. Это было бы по фэншую, по-матрикрювски по-нашему. Но слишком много. И у современных шейлов есть такое вот для этого сокращение. Здесь было написано, что перенаправить стд-ер в стд-аут, а потом обработать это пайпом. А здесь написано то же самое, только по-затшельному, по-башевски. Ответил на вопрос. Так, makefile. Смотрите, у нас уже все хорошо за одним маленьким неприятным исключением, который состоит в том, что если я сейчас модифицирую include-ник, никто не заметит, что это произошло. Не очень понятно, что делать с include-ником. Его можно поставить вот сюда, но тогда здесь не будет работать нормально. Его можно поставить куда-то вот сюда, но тогда здесь не будет работать. Нам нужно какая-то опция указать, что файл, запустим все файлы на си, на самом деле зависит от include-ника. Если мы include-ник поименяли, все надо перекомпилировать. Если я не ошибаюсь, эта задача уже требует изучения документации, мы не будем ее трогать лишний раз. Кажется, я не решал эту проблему. А вот тут нет, тут написано. Вот, сейчас давайте посмотрим, как это решается. А, вот так это решается. Проще всего это решить следующим образом. Вот сюда вставить зависимость от хедер-файла. Это не совсем правда, потому что const.o не зависит от отлиба. Но теперь, как только мы что-то сделаем с отлибом, поскольку мы такую зависимость поставили, да? Опа! Такие дела. Как видите, makefile при этом продолжает оставаться, вообще говоря, маленьким и удаленьким, но в действительности мы можем сделать его еще меньше. Намного. Сейчас покажу, как. сейчас. Тут есть еще один пример. Но тут ничего интересного. Это пример, как использовать переменные в make. да? Бу-бу-бу-бу-бу-бу. А нам что сделать? Давайте мы вот что сделаем. Давайте мы сделаем генераты переменными. Ну, как полагается в лекции. Давайте мы немножко усложним наш makefile. Для начала мы можем поставить что-то типа ну что, во-первых, определим переменные. А какие у нас есть переменные? Переменные, например, у нас sources равняется. Это надо man смотреть. Секунду. Я хочу использовать макрос. Давайте попробуем погуглить. во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Вайлдкард. Пробуем. а здесь соответственно напишем я от этот у меня тут есть где-то вот так что случилось это русская буква ну чё пробуем значит что я сейчас сделал я определил переменные sources используя макрос макрос этого самого мейка под названием wildcard а здесь я попытался значит заменить . c на . у всех файлов sources нифига извините парковка на слух до учился вот значит что здесь написано до превратить . сив . а раскрыть содержимое в переменной sources а переменные солнце свою очередь это все файлы . c вот примерно так вот это первое что можно сделать с мэйком и там очень много очень 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 много в ну мэйке таких расширений их бесконечно много гну мэйк очень сложная программа в этом смысле там можно нем сделать все что угодно вот значит смотрите тут уже да 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 спасибо сокращение я как раз хотел это сделать вас но давайте сейчас я вспомню какая там круглая скобочка да еще кстати традиция традиция в мэйке делать самый первым таргетом а собирается всегда самый первый таргет самым первым таргетом что-то под названием ол вот вот так чтобы всегда мэйку можно было написать не глядя вас поэтому я могу сказать мэйк клин пол вот эти самые к по совету сокращенца мы сказали эхо вот они sources вот у нас таргеты эти самые ну понятно это переменные sources а это входные файлы для соответствующего рецепта можно кстати кажется вот так делать и тогда вот этого пеха не будет о смотрите совсем хорошо вот давайте чуть-чуть усложним саму конструкцию просто ради того чтобы посмотреть как работают цепочки зависимости в мэйке вот у нас есть out live . а а и у нас есть фун . фун . си давайте мы в этот фун . си вставим include генератор и сделаем генератор в этом генерате будем хранить не знаю дату всего на счет так вот а этот курдей . наш и да и здесь допустим в этом курдейте у нас будет соответственно курды вот видите нам ругается на отличное на отсутствие этого файла но мы сейчас генерируем во первых во первых надо сказать ну здесь можно сказать а пуфик да значит надо поставить зависимость на курдейт у кого-то по-хорошему и надо поставить конечно у кто там фан . си вот так вот я не уверен что это сработает сейчас заодно проверим а этот курдей . сгенерим как мы вас генерируем тек пробуем плюс кавыч нет наоборот плюс кавычки ну допустим а какой-нибудь какой-нибудь текущий курдата какая-нибудь такая вот прям вот фы фы о шикарненько шикарненько о что сейчас мы что сейчас написали что файл курдей . наш является генератором генерируется он вот так только не так конечно надо еще написать что там курдейт равно да 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 только не здесь конечно вот здесь точка запятой забыл вау it works сначала мы сгенерируем файл файл курдейт правила генерации написано прямо в миг файле потом мы скомпилировали все остальное потом все остальное осталось только еще зависимость а вот зависимость есть да ну-ка а только курдейт не свалился да значит курдейт у нас генерат добавим его в в список генератов ну допустим а давайте не так сделаем здесь напишем object вот здесь напишем generates dollar objects правила написания такие надо бежать на скобочку еще еще курдейт точка а 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 вот зачем это все вводил чтобы мэйклин удалял курды я все это делали тоже мэйклин курды но обратите внимание что описание уже приобретает такой ну что ли не тупой внешний вид да у нас есть переменные в них лежат какие-то значения эти значения используются давайте проверим такие дела вот значит тут как обычно гугловский слов спойлер под подключение значит ну вот то есть обратите внимание на то что мы это не про компиляцию это про порождение произвольных таргетов из произвольных сорсов можно даже прям вручную это делать вот как вот вы можете собрать программу с помощью этой программы переделать одну программу в другой программ с помощью полученной другой программы переделать еще что-нибудь во что не будете все это записать мы потому что у нас видите у нас теперь граф зависимости более длинный вот этот курдейт от него зависит fun от него зависит fan.u, от него зависит pro. Вот. И тем не менее все, что мы не делали, вот скажем… Упс. А почему? Похоже, что вот эта штука не сработала. А мне это не нравится. Окей, давайте мы это… Так, я сейчас, наверное, не готов по времени вам рассказывать, почему так, но я ошибся. Смотрите, у нас отсутствие курды приводит к этому. А почему? Это где зависимость на точку O? А, да, логично. Опять спасибо сокращенцу. Конечно же. Надо же делать так, как раньше мы делали. C-шный файл не зависит. C-шный файл не меняется от того, что меняется этот самый. Объект меняется. Они в дереве не участвуют. Спасибо огромной сокращенцу. Он, как всегда, прав. Вот. Да. Все чисто. Именно так. Вот. Ну вот. Вот такой примерчик уже сравнительно непростой, как работает makefile, как он мыслит. В этом примере… А, да. Следующий этап марлезонского балета. В действительности очень многие команды, которые мы здесь описали, можно было не писать. Потому что, например… Правда, вот этот outlive… Ну-ка, давайте посмотрим. Окей. Вот здесь точно можно было ничего не писать. Интересно почему. Давайте проверим. Посмотрите, он сам догадался. Почему он сам догадался? Если мы сейчас посмотрим make-p, мы увидим, что у make есть дичайшее количество по умолчанию заданных правил. Ну вот просто… Ну вы поняли, да? Давайте посмотрим, сколько всего строк. 1300 строк ватт. И если посмотреть, то там будет упоминание… Будет упоминание создания бинарника… Не знаю… Вот, например… С помощью штуки под названием… Link.c, мне кажется. Вот. Поэтому… Поэтому мы можем воспользоваться тем фактом, что в действительности… Я даже подозреваю, что… Вот так можно сделать. Да. Почему так? Потому что по умолчанию make и без того знает, что файл .o производится из файла .c, с помощью запуска компилятора под названием cc, который тоже по умолчанию заданных. С опциями c-флакс. Все еще интереснее. Мы можем здесь написать вот так вот. Смотрите. Он что говорил? Здесь говорил cc. Давайте переделаем в gcc. c равняется gcc. c-флакс. Еще интереснее. c-флакс равняется минус ggdb. Это чтобы можно было удобнее отлаживать в gdb. И минус тот самый o3. Только у 0 тогда наоборот. Не вышло. cg-флакс. Ага. Вот так. О! Это все… Если вы просто посмотрите глазками и поищите в них, вот в этой выдаче… Вот, смотрите. Compile.c – это запустить программу cc с параметром c-флакс, ccp-флакс, таргет архитектура с ключом минус c. То есть до объектника до компиляции. Вот ровно эта команда и была сейчас запущена. Вот она. Где тут? Запустить компилятор cc с параметром c-флакс, cpp-флакс у нас не определен, тут вред пробел, минус c. Ну, в общем, вот. Такие дела. Так что на самом деле можно make-файл держать в общем вот в совершенно таком чистом виде. То есть указывать там только то, что мы реально хотим. А что не хотим, не указывать. Мы их за нас решим. Вот. Заодно он соберет вот это дерево в реальном времени, посчитает дерево зависимости и выяснит, что надо собирать, что не надо. У этой ситуации есть два недостатка. Недостаток первый состоит в том, что make действительно каждый раз при старте строит вот это дерево зависимости динамически. И динамически решает задачу обхода, линеаризации обхода этого дерева. Очень-очень многих от этого подгорает. Я, правда, не знаю почему. Ну, может быть, потому что это просто медленно. Или там много памяти жрет. Если у вас проект состоит из многих-многих тысяч файлов, загрузить дерево из этих многих-многих тысяч файлов и устроить его линеаризацию, это может оказаться сложной задачей. Второй недостаток состоит в том, что вы можете так накрутить эти зависимости, что они будут кольцевые и ничего работать не будет. И такое иногда бывает. Особенно при использовании шаблонов. На этом основании на свете существует более одного инструмента по вот такой вот сборке. Самый известный из них – это пара Ninja и Mizun Wild. И время от времени ко мне приступают разные уважаемые люди с просьбой переделать наше изложение, которое мы ведем на Мэйке и, соответственно, автотулз вокруг Мэйка, на Mizun и Ниндзя. А я каждый раз отказываюсь это делать. Хотя, может быть, когда-нибудь я это сделал. Но сейчас я это делать не буду. Вот. Главный недостаток Ниндзя – у Ниндзя есть два недостатка. Вот. Главный недостаток Ниндзя – он статический, не так, не недостаток, особое свойство Ниндзя – он статический, он генератор. То есть, фактически, никто на Ниндзя не пишет Ниндзя файл. Файл нужно писать на чем-то, например, на Mizun. Они будут сгенерированы для Ниндзя. Там никакого разрешения динамического уже не будет, там будет четко написано, что от чего зависит. И это хорошо одновременно и плохо. Хорошо это тем, что такую задачу – линеризация статически определенного деля – решать гораздо проще и память не нужна. Плохо это тем, что вы фактически должны будете работать не с Ниндзей, а с инструментом более верхнего уровня, например, с Mizun Bill. А второй недостаток у Ниндзя или у Mizun, я не помню у кого, кажется у Mizun, состоит в том, что его авторы очень не любят мейк, ненавизят его. Они говорят, мы будем делать не так, как в мейке. Мне кажется, это детский сад. Во всем остальном, это очень современный хипстерский инструмент, которым реально удобнее пользоваться, чем мейком. Одна табуляция в мейке чего стоит, сколько она покроет всем по порте. Тем не менее, как видите, с точки зрения лаконичности изложения и выразительности представления, мейк отлично выглядит. Попробуйте написать то же самое на, не знаю, любом языке программирования. Вы получите, ну, в 4 раза больше порт. Как видите, в мейк минус п, вот тут вот есть пример, сейчас мы попробуем его найти. В мейк минус п непосредственно содержится вот такое же правило, как мы писали. Давайте попробуем еще раз. Минус f. Вот эту всю фигню погребте. Да вот, пожалуйста. Сейчас еще скажем, минус автор 4 штуки. 3 штуки. О! Видите? Что-то из точка c или точка o, точка c. Давайте так вот. О! Ну, это вообще прям как мы с вами делаем. Осталось понять, что такое compile.c, но compile.c раскрывается в cc, минус что-то такое. Ну, в общем. Вот. Такой вот удобный инструмент, которым я лично пользуюсь до сих пор, несмотря на наличие всяких других, еще более удобных инструментов. Пример G. Почему же? Ну, раз уж на то пошло, вы можете взять и переопределить эти самые параметры, вот те самые make переменные прямо из command line. Значит, вот давайте попробуем что-нибудь типа make clean all так сделать. Теперь сделаем make clean, а мы здесь сделаем make cflux равняется, там было минус ggdb минус o, ноль. А мы скажем минус s минус o3. Ну, только не так, а вот так. Пожалуйста. То, что вы пишете из command line, то, что вы пишете из command line имеет больший приоритет, чем то, что у вас написано в file. Или вы можете по-быстреньку, например, собрать там. Ну, такие дела. Еще раз о понятии генерат. Да? Генерат это все то, что вы сами считаете генератором, в первую очередь. То есть все, что вы генерируете руками из чего-то другого. Генератом являются библиотеки ваши, которые вы сами делаете. Генератом... У нас будет занятие по библиотекам. Генератом являются объектники. Генератом у нас являлся файл. Файл curdate.h, потому что мы его сами генерировали. Вот. И так дальше. Немножко про гномейк. Часть гномейка я умудрился рассказать вам сегодня, хотя вот в лекции было запланировано только на уровне бла-бла. Вот эти вот макросы, вот такую штуку, вот такую штуку. Это свойство гномейка. Гномейк – это самый крутой из мейк-совместимых инструментов на сегодня. Вот. К сожалению, у них, у мейк-совместимых инструментов, есть некоторая несовместимость по синтаксису. Поэтому синтаксис гномейка не равен синтаксису, например, b-мейка или чего-нибудь такого. Но мы рассматриваем гномейк, поскольку мы работаем с Linux. Вот. Рецепты мы с вами смотрели. Есть, на самом деле, вариант с шаблоном. Но бог бы с ним. Главное – это потом. Специальные переменные мы с вами смотрели. О! Есть довольно забавная операция. Вместо равно – писать двоеточие равно. Дело в том, что вот это равно – это отложенное связывание. Никакого присваивания переменной generates вот этого значения не происходит в данный момент. Это определение макроса. Соответственно, макрос generates раскрывается в тот момент, когда вы его вызываете. Но если вы хотите сразу прибить, например, вот сюда вот, sources равняется, то пишите вот так. Вот это будет означать, что прямо в этот момент переменная sources станет равна вот этому. А вот переменная object будет всякий раз раскрываться из переменной sources при ее использовании. Да? Вот это отложенное выполнение этой операции – это вот. Для этого хода, кажется, разницы никакой. Но просто имейте в виду, да, что по умолчанию равно – это не присваивание, а именно определение чего-то похожего на макроса. Такие дела. Дальше. Да, там есть всякие if, if, чего-нибудь. Короче, язык GNUMAKE очень-очень-очень великий. В смысле крутой, развесистый. Пользоваться мы им не знаю, насколько им пользуемся. Вот таких вот функций в Make очень много разных. Вот. Ну, короче, учить его не переучить. Вот. Если вы хотите этот инструмент освоить, я вам советую глазками почитать вот этот учебник, потому что он, правда, он мега старый, в нем даже синтаксис еще старый используется. Но зато это именно учебник. Кто-то заморочился, написал на русском языке приличный учебник. Вот. Это было... Году это... В 1987... Наверное. Восьмом. Это комплект документации к вычислительному комплексу B-188, на котором я когда-то работал. Я его украл и опубликовал. Ну, окей, не украл. Вот. Восьмом. Есть книга под названием «Magic Product with the Gnu Make», «Lemur Book» вот этот самый. Ее полным-полно в PDF в интернетах. Гуглите и скачивайте. Тимотио Райли не слишком заморачивается вот такими вещами, когда вы... Короче, распространением его книжек «Контрафакт» он заморачивается не слишком. Вот. Есть документация по «Gnu Make», здоровенная. Вот. И устаревший русский перевод. Но поскольку до тех мест, которые изменились за это время, за прошедшие много лет, первая версия документации была написана в 88-м году. Вот. Значит, поскольку, наверное, изменения, которые происходили в последние пару десятилетий, мы до них сразу-то не доберемся, так что вполне можно читать эту документацию. Сейчас, она существует? Да, она существует. Вот она. Вполне приличная документация. Да, есть ещё отдельная книжка переводом 2000 года. Это, видимо, нет отдельной книжки. Ну вот. Так что источников освоения полным-полно. Главный недостаток Make на самом деле в том, что он вообще-то рассчитан на вашу операционную систему. Он будет изнутри вызывать команды вашей операционной системы. И если ваша операционная система не Linux, ваши команды могут выглядеть немножко по-другому. Или если в случае какой-нибудь Macosy, Shell и соответствующие утилиты очень-очень похожи на Linux, но всё равно работают как-то не совсем так иногда. Да, ну то есть дело в том, что там программное окружение, вот это утилитное, оно практически взято из бездей. То в случае винды ничего не работает. По этой причине люди даже, в общем, ну короче есть Windows в Subsystem for Linux, который на самом деле Linux for System for Windows, не знаю почему так называется, в который просто Ubuntu запускается. Вот в этой Ubuntu и работаете. Попытки скрестить ужас с ежом и какие-то из-под Windows запускать штуки, они скончаются тем, что что-то не работает, вы не знаете почему. Тем не менее это какой-то недостаток, особенно если вы не разработчик под Linux, какова наша тема лекции, а какой-нибудь просто девелопер, который фигачит что-то, какие-то огромные проекты. По этой причине на свете существует в количестве систем сборки, похожих на мы, но которые пользуются в качестве языка задания проекта тем языком программирования, на котором наши индустриальные программисты программируют в данный момент. Программируют на Java, значит система сборки тоже будет на Java, называется Ant или Marvin. Программируют на каком-нибудь, не знаю, что у нас тут, C++, значит будет Boost, Boost Build точнее. Однологичные штуки есть на Lispy, на Haskell, это уже не для индустриальных программистов, но тем не менее. То есть когда вы увидите, что на свете много тысяч, сотен систем сборки, имейте в виду, что большая часть из них она языково-ориентированная. На Python таких штуки три я знаю. Ниндзя и обмотка вокруг него Mison вроде бы являются универсальными. Но главное отличие ниндзя в том, что ниндзя это не то, с чем вы будете работать, вы будете работать с какой-то оберткой. Да, существует более высокий уровень, на который, скажем, намекает и ниндзя, это инструмент генерации сборочных сценариев, но об этом у нас будет другое занятие. Собственно, всё. Если есть какие-то вопросы, задавайте их сейчас, потом расскажу про домашние задания. Нету. Домашнее задание. Значит, прощёлкать все примеры по Make, почитать учебник какой-нибудь. Создать репозиторий, который называется, тут написано 03 Multifile, на самом деле 02 Multifile, я ошибся, я тут сэкономил одну лекцию, сейчас мы всё это поправим. Создать репозиторий, под названием, не репозиторий, под каталог в вашем репозитории, название 02 Multifile. Вот. Взять оттуда… Ух ты, сборка библиотек, интересно, у меня есть сборка библиотек? Здесь, сейчас, секунду. Ну, конечно. Нет. Ага. Значит, смотрите, ещё одна фишка нашего с вами курса, важная, состоит в том, что всего на лекции не расскажу, и какую-то часть того, что вы делаете в домашнем задании, вам придётся осваивать самостоятельно. Так уже было при работе с инкурсис, так будет и сейчас. Вам нужно научиться собирать в библиотеке, это нужно научиться сделать. Посмотрите, как это делается, пробуйте, ошибаетесь, собирайте. Вам нужно научить собрать две библиотеки, одна будет называться либо вот тут статик А, другая либо вот тут статик А. И собрать три бинарника. Прог, который собран из всех О файлов, прог А, который собран из прог О и либо вот тут статик, и прог прог СО, который собран из прог О и либо вот тут СО. Дальше предусмотреть в вашем макфайле цель-тест, который запустит каждый из трёх бинарников в трёх вариантах. Без параметров, с одним параметров, с тремя. И затем нужно сравнить выводы этих запусков с помощью утилиты cmp. Немножко пояснения. В чём идея? Во-первых, относительно того, как выводы делать. Вот просто перенаправляете его в файл, сравните два файла. У вас будет написано что-то типа, там, не знаю, прог файл 1, прог А файл 2. И соответствующая цель-тест сравнит эти файлы, сравните эти файлы cmp, файл 1, файл 2. А если, допустим, это будет другой файл, то он скажет, что они не равны. Вот, так что тут понятно, да, как вот этот кусочек домашнего задания решать, понятно. Не здесь, вот здесь, да. Вот, у вас должно быть просто три цели прог, которые собираются по-разному, и три эти самые. Значит, что касается сборки библиотек, почему у меня и нету ссылки на это, я её не рассказывал. Сейчас ещё раз посмотрю, но кажется нет. А, может быть здесь есть, секунду. Секунду, секунду. Да, вот, дочитайте этот пример. Тут всё есть. Просто я увлёкся предыдущим рассказом, это не рассказал. Ну, тут ничего сложного нету, но тут буквально написано всё. Вот, минус шарит у вас будет. Сейчас, а как собирать статическую библиотеку? С помощью R. Всё просто. Короче, вот, в примере это есть. Ну всё, значит, это было домашнее задание. Напоминаю, что… Да, все генераты, конечно, должны удаляться по MakeClean. Напоминаю, что у нас дедлайн неделя плюс неделя, значит, неделя за 100, плюс неделя за 50 процентов, всё остальное время за 25 процентов. Не пропинывайте, не опаздывайте. Напоминаю, что у нас есть соответствующий чатик, в котором можно задавать вопросы, мне лично и комьюнити, который там сидит. Так что мы не останемся без поддержки. Всё. Если вопросы есть, задавайте их. А если вопросов нет, то всем спасибо. В следующий раз у нас будет тогда… Давайте посмотрим, что у нас будет в следующий раз. Если я не поменяюсь… В следующий раз будет немножко адвенькая лекция под названием «Программирование на шеле». Опять-таки, программирование на шеле можно упихнуть в целый семестр. Мы это сделаем за лекцию. Вас страдайте. Всё. Тогда всем спасибо и до новых встреч.